Детально все нюансы связаны с транспортным сообщением. Доступность для людей должна быть от дома метровая доступность. Один всего аптечный пункт в Азовском, то есть как бы ФАПе, то есть больше аптек по селам в Жанкойском районе нигде нет. В государственных ситуациях надо изменить в корне. Ну и частных, по-моему. Ну конечно, стандартное расписание, конечно, пленку закатайте, чтобы пожилым людям было видно у тех плохое зрение, то есть достаточный шрифт должен быть крупный, понятно. Прички, согласование маршрутов, все это, конечно, проделано, но вот рейс один. Так, ситуация, например, и у нас серия стальной новополовка. Дороги ужасные, проехать невозможно, поэтому транспорт зачастую не ездят. Есть неудовлетворительные отношения, то есть водителя к пенсионерам. Хамство, это вообще, ну, мы говорили, хамство, особенно в органах власти, это приравняет к воровству, то есть как бы в данном. Я по поводу своего села Соленое озеро. Оно у меня пострадало в период крымской весны, так сказать, за счет того, что большие машины военные проезжали по селу, жили в селе люди военные. Сейчас дороги все там вообще разбиты, они грунтовые. Восстановить сельское поселение его не может, район тоже не восстановит, потому что мы не можем им сейчас передать право собственности. Мы глубоко дотационный совет. Сколько? 6 миллионов? Мы нам решили, значит, договорились по 6 миллионам, договорились, хотя бы полностью подсыпать, то есть пройти грейзером, подсыпку делать. Хотел бы сразу выразить благодарность руководству Крыма за тот вклад, который мы получили. Сергей Валерьевич, огромное спасибо от жителей поселения за строительство модульной амбулатории. Позвольте мне, Сергей Валерьевич, объявить вам огромную благодарность за поддержку, понимание, за верность своему слову.